Здравствуйте, сегодня в студии программа «Путь к успеху». Я Валерия Белова, а напротив меня Иван Цыбин. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Иван – режиссер и продюсер, автор таких, ну, в общем, на мой взгляд, великолепных, отличных проектов телевизионных. Это «Путешествие натуралисты» дважды лауреат ТЭФИ. Ну, не автор, режиссер. Режиссер. Автор и режиссер проекта, который назывался «Ретро-шлягер», да, на России? Да, это было. С 92-го по 97-й. И совсем недавно завершился на Первом канале большой проект, который называется «История песни». «10 великолепных фильмов» с Яной Чуриковой в роли ведущей. Она и автор, и ведущая. А, это был мой следующий вопрос как раз. Да, да, она и автор, и ведущая. А я уже как такой режиссер и, извините, художественный руководитель. Странно, конечно, себя ощущать в такой роли, как художественный руководитель. А что значит художественный руководитель? Ну, дело в том, что, вы же понимаете, что этот проект «История песни», он сложный в каком плане? Приходит, есть несколько бригад, разные режиссеры, разные редакторы. Один чувствует песню по-своему, другой по-своему. Вот, чтобы уравнять все, и был, действительно, 10 программ были хорошими, цельными, и примерно одинаковыми по подаче, по поиску материала. Вот это вот, в общем, моя работа. Ну, а дальше уже, а далее со всеми остановками. Вплоть до того, что и в монтажной приходилось сидеть, и исправлять чего-то, и переделывать. И с Яной мы сидели дома по ночам, переписывали сценарии, и так далее, и так далее. Как проект начинался? Начинался он давно, это вы сказали о Ретро-Шлегере. Начинался он тогда еще, потому что в 95-м году я сделал в Ретро-Шлегере и передачу, посвященную песне «Надежда» Пахмута и Дамаралова. И тогда Кобзон рассказал историю, что он эту песню, как, ну, в общем, не увидел ее вовремя, и она прошла мимо него. И вот, когда мы думали, что делать сейчас, потому что... То есть, прошу прощения, Кобзон мог ее петь, но не стал? Не просто мог, а он мог стать первым, ну, не первым, вторым исполнителем. Первым был Юрий Пузырев, артист Махата, а вторым исполнителем должен был стать Кобзон, потому что ему отдали ноты, тексты, отдали авторы, и сказали, «Осеф, посмотри, пожалуйста, ну, вдруг тебе понравится песня?» Он сказал, да-да-да, хорошо-хорошо, и положил на рояльку, и забыл, и забыл. Да, и потом он спустя какое-то время, он говорит, вдруг включаю радио, программу «С добрым утром» и слышу голос Ани Германа, она поет потрясающую песню. Он говорит, я вслушиваюсь и понимаю, что я эту музыку, этот текст уже начинаю копаться в нотах, которые лежат на рояле, и понимаю, что вот она. Он честно рассказал, он рассказал, что на следующий день он пошел и записал эту песню со своим ансамблем. Он говорит, ну, все, поздно, было поздно. И вот с этого началось, и когда мы понимали, что, поняли, что, в общем, ну, фабрика звезд, фабрика звезд у Яны, это все понятно, она не вечная фабрика звезд. Что делать дальше? Чем заниматься? Тем, что хочется. Тем, что хочется, а хочется именно вот заниматься вот такими интересными вещами, как история песни, причем не просто песни, а песни эпохальной. То есть с 95 по 2005 год идея лежала где-то у вас в голове или где-то на бумаге? Зрела где-то, зрела, потому что там еще были путешествия натуралисты у меня, потом встреча с будущей женой, с Яной, так что там много чего было. Ой, как у нас с вами много вопросов еще сегодня. Нам хватит 45 минут академического часа? Не знаю, посмотрим. Ну, не хватит, но можем попросить сделать пару. Великолепная идея. Да, очень хорошая идея. Так что, в общем, Ретер Шлягер был, в общем, таким вот, основой, той основой, которую мы делали на российском телевидении. Редактор субтитров А.Семкин Когда-то, быть может, совсем недавно, хотя кажется, что давным-давно, по этим же бульварам и проспектам, улицам и переулкам, площадям, скверам и проездам ездили немного неуклюжие авто, звенели и громыхали трамваи. На перекрестках репродукторы сообщали важнейшие последние известия, по площадям вышагивали колонны, а народ носил боты с интригующим названием «Прощаем молодость» и напевал довольно-таки веселую песенку «Эх, хорошо в стране советской жить». Итак, 2005 год. Когда вы с Яной решили, что фабрика звезд, она не вечная, и нужно заниматься тем, что нравится. Какие действия были для того, чтобы этот проект все-таки появился? Потому что проект замечательный, действительно. Это очень простые действия. У нас на Первом канале работает наш давний друг и приятель, продюсер Юр Бабуров, с которым мы встретились как-то, он говорит, старик, что делаешь? Я говорю, Юр, ну вот делаем там, кино документальное делаю, одно, второе. Вот с Лешей, Валей и Пимановыми сделали проект «Кумиры плюс кумиры». Вы его как режиссер делали? Как режиссер, да. Он говорит, а дальше что будешь делать? Я говорю, ну не знаю, ну вот, может быть, там ретро-шлягер, что-то вот про старые песни. И вот так вот родилась идея сделать цикл передач именно про историю песни. Берется одна песня, ведь там схема очень простая. Причем какая-то культовая очень известная, которая в головах всех. Схема очень простая. Берется песня. Песня должна быть обязательно а. эпохальной песней, б. любимой песней в народе, и в песней, которая до сих пор поется. Потому что если взять песню, которая сейчас не поет, в общем, можно потерять аудиторию молодую, аудиторию телезрителей. Это будет жалко очень. Потому что они ее не знают, не поют, она ушла. Все, она ушла уже. То есть песен живых. И дальше начинается работа уже редакторская, авторская, редакторская. Ребята, вот есть тогда, допустим, условно говорю сейчас, песня «Нежность», «Пахмуты дворога». Ребята, вперед, давайте смотреть, что по этой песне мы можем нарыть. Что, какие истории. Ведь там история песни, не только история песни, ее создание, как они написали ее, как она стала исполняться, стала известной. Там главным образом истории человеческие. Истории судеб, людских судеб через эту песню. Или, наоборот, песни через людские судьбы. Ведь многие песни поворачивают на 180 градусов человеческие судьбы. Такое было и такое есть. Песня «Надежда». У нас была история, когда, благодаря этой песне, вытащили из чилийских застенков двух мальчишек чилийских. История такая. История, вкратце расскажу, чтобы не занимать время. Много. Мы ради этого здесь. Значит, ситуация такая. Там приходит класс Тепиночет, и в 1974 году появляются в Москве, в отряде, в пионерском отряде «Надежда», появляются несколько чилийских ребят. В том числе два парня, Альвара Туровега и второго сейчас забыл. Я вспомню потом. Они семь лет, восемь лет живут здесь, в Москве, в России. Они члены этого отряда и так далее, и так далее. Но по чилийским законам, если вы не возвращаетесь в страну до 18 лет, вы теряете гражданство. Ребятки вынуждены были вернуться. Они не потеряли гражданство, но они приняли участие в студенческой какой-то там забастовке, демонстрации, их арестовали и упрятали в тюрьму. Чудом в тюрьме эти ребята записали на портативный магнитофон. А песня «Надежда» была у этого отряда, песни отряда. Они ее записали на магнитофон, и чудом в скрученном состоянии эту пленочку в мякише белого хлеба с запиской передали в наше посольство каким-то образом. В общем, через третьи страны, пятые страны, эта пленка пришла в Москву и нашла руководителя этого отряда, где они были, пионерского отряда, Ефима Штейнберга. Он отнес пленку своему другу в пионерскую правду. Тот отнес пленку Пахмутовой. И они решили в пионерке сделать акцию «Свободу Альвара Торо Вега» и «Араси Алира». Вспомни. Аллилуйя. И два года читатели пионерки писали, вырезали из пионерки такие... Заметки, картинки. Незаметка... Купоны. Купончик, который надо было заполнить, что я там, я протестую против того, что эти ребята в застенках, все. И пришло 40 миллионов писем от детей советских. И эти 40 миллионов спецрейсом из Москвы привезли в Сантьяго. И свалили все на почтамте. И оттуда привезли все это пиночету. В приемную. Они вообще в ужасе были. Там всего-то, господи боже мой, 11 миллионов жителей в Чили. А тут 40 миллионов писем пришло из Советского Союза за этих ребят. Более того, еще позвонили из Москвы, дети позвонили в приемную пиночету, и ординарцы пиночета... Иначе с английского языка. Ну, там через переводчиков, через... А говорят, что вот, мы звоним из Москвы, почему, на каком основании у вас ребята, и эти в застенке, и все там... Их выпустили, этих ребят, что самое поразительное. И мы приехали в Чили, у нас был только адрес. Вот пассианы прилетели в Сантьяго, у нас был только адрес одного из этих ребят, Альвара Торо Вега. Домашний адрес... Он был реальный, или вы еще не знали, он реален или нет? Вот слушайте, там и телефон, который неправильным оказался. Мы один день звонили, звонили, не можем дозвониться, не понимаем, что делать нам, и решили просто, уже ладно, фиг с ним, поедем, просто вот поедем, и что будет, то будет. Улицу Эрнеста Реес, до сих пор помню название этой улицы, не знает в Сантьяго никто. Потому что она коротенькая-коротенькая оказалась, маленькая-маленькая. Один таксист пожилой ее узнал, нас привез туда. Ну, пришли, какая-то обшарпанная дверь, выдранный звонок. Вы пришли сразу с камерой, да? Да, я включил камеру, и я говорю, Ян, стучись. Будь что будет. Вот она стучит, тишина, она говорит, наверное, адрес устарел, неправильно. Вдруг зажигается свет. Мы видим там окошечко матовое, зажигается свет. Она опять стучит. И открывает этот парень. Ну, ему уже там 40 лет, все. Он открывает, реальный человек стоит перед нами. Мы его усыновим. Она говорит, Альвара? Он говорит, Си. Она говорит, Альвара, мы из Москвы. Он обалдевший совершенно. Вот человеческая история, судьба человека, которая поменялась просто благодаря этой песне. Вы понимаете, на телевидении столько сейчас программ, которые условно клац-шмац-бац вот этого всего, что хочется доброты и любви. Вот очень хочется. Человечески хочется. Очень хочется. А зрителю хочется? Ну, судя по тому, какие отзывы были. Вообще какие отзывы были? Очень хорошие отзывы. Вот после первой программы и дальше. Очень хорошие есть отзывы. Есть отзывы совершенно нехорошие. Разные отзывы. Ну, в интернете пишут, что вот Чурикова, чего это она вдруг начала, значит, вместо «Фабрики звезд» ностальгирует. Почему ностальгирует Чурикова? Что за ностальгия у Чуриковой может быть? Это все фальшь такая. Статьи появляются. Ради Бога, мы рады всему, потому что если и говорят, значит, за дело. Но это по поводу Чуриковой говорят, а по поводу программы. Чурикова и программа, программа и Яна – это одно целое абсолютно. Я понимаю, конечно, это одно целое. Да, но тем не менее. Вот положительные отзывы, они в адрес Яны или они все-таки там в адрес программы? И программы, и Яна, потому что на самом деле в данной ситуации, если Яна сфальшивит где-то, это будет моментально видно. Ведь вот эта камера, вот эта вот камера, это фантастическая штука, это рентген. И всем, кто смотрит нас сейчас там у экранов, видно насквозь человека, который сидит перед камерой. Это рентген. Это еще, это помните, была программа «Замечательный музыкальный ринг» такая. Да. Да, Тамара, Владимир Максим, вы делали ее. Вот рентген, человек, который стоит, вышел на эстраду. Все, вот он и аудитория, и камера, которые никогда не соврет. Добрый вечер. После несколько затянувшегося перерыва мы с вами вновь встречаемся в программе «Музыкальный ринг». Ну, у нас здесь кое-что изменилось, но главное, изменились наши правила. По вашим же предложениям. Ну, во-первых, по настоянию многих, наша передача будет выходить теперь с сегодняшнего дня в прямом эфире. Так что все, кто так волновался, что самые живые, самые острые, самые драматичные моменты в музыкальном ринге вырезаются нами при монтаже, могут теперь успокоиться. Все, что будет происходить сегодня в этой студии, станет достижением гласности. Были, может быть, какие-то песни, замечательные, замечательные истории, но людей нет. Есть такая история, это песня «Катюша», начали разрабатывать эту песню, смотреть, ездили на родину Исаковского в Смоленскую губернию. Нашли даже первую исполнительницу этой песни, она живет в Москве. Нашли реальную «Катюшу», про которую была написана эта песня. Но больше никого не осталось в живых. Все, людей нет. С кем делать, неизвестно. Никто ничего сказать уже не может. Поэтому мы, увы, как мы начесали, как и царепу, увы, к сожалению, пришлось отставить это все. И, скажите, увы, программа нет. Да, я поняла. А как вы с Яной познакомились? Ой, ну, во-первых, нас познакомили заочно, много лет назад. Много это сколько? Потому что это был 95-й год. Янина мама год работала на Шаболовке в нашей, в РУ, 94-й год. Янина мама работала на Шаболовке в редакции, у нас в редакции в артере. А вы делали тогда ретро-шляги. Да, я делала. И она работала в программе, в директором программы «20-й век в кадре и за кадром» называлась передача. И, как потом мне уже рассказывали, яна потом рассказывала, мама приходила домой и сказала, ой, у нас в редакции есть такой мальчик, такой мальчик замечательный, интеллигентный мальчик такой, делает передачу про старые песни. Потом мои коллеги, с которыми мы работали на Шаболовке, они работали на МТВ и уже в 99-м году, в 2000-м мне рассказывали, ой, какая у нас есть девочка, какая потрясающая есть девочка, такая очаровательная, зовут Яночка, фамилия Чурикова, ну, просто потрясающая девочка. Потом я видел программу ее «12 злобных зрителей», которая шла на МТВ. И я, честно говоря, ну, сначала мне не понравилась ведущая, а когда увидел второй раз, я удивился тому, как вот эта девушка вот так держит всю студию, как она точно, абсолютно точно управляет программой, да так, чтобы это было интересно зрителям. Я так подумал, ничего себе, вот это да, молодая девушка. И стал смотреть. А потом уже в 2003 году, когда мы получали вторую ТЭФИ за натуралиста, мы уходим со сцены, и я натыкаюсь за кулисами на Яну Чурикова. Она стоит, готовится выйти, чтобы ввести следующий блок награждений. Я подхожу и говорю, здравствуйте, Яна. Я тот самый, Ваня Цибин. Она говорит, ой, здравствуйте, здравствуйте. А что значит тот самый, откуда вы знали? Что я, они про это рассказывали. Мне рассказывали, рассказывали. И мы передавали привет друг другу через наших общих знакомых. Она говорит, ой, да, здравствуйте, здравствуйте. Мы у нее там что-то с ней потрепались. Несколько минут я пошел на поисковую конференцию, она пошла на сцену. Потом уже она сказала, что она говорит, господи, какой Ваня Цибин. Ах, ну да, да, что-то припоминаю. Ну, вроде, да, рассказывали что-то. Потом, спустя уже год, мы встретились с ней в программе «Кумиры плюс кумиры», которую я делал как режиссер программы. И вот там уже, в общем, вплотную познакомились уже абсолютно визуально. И потом была вторая программа «Кумиры плюс кумиры». И там, в общем, уже все. А там уже... Волны радио ночью примчатся Из Москвы сквозь морозы и дым. Голос дальней Москвы, мне казаться, Будет голосом дальним твоим. Но я знаю, мы встретимся скоро. И тогда, дорогая, вдвоем На московских широких просторах Мы опять эту песню споем. И на какой стране я не буду, По какой не пройду я короле, Друга я никогда не забуду, Если с ним одружился в Москве. А, кстати, про путешествие натуралиста. Павел Евгеньевич Любимцев как в нем появился? Вот меня всегда этот вопрос интересовал. Он... Ну, во-первых, они дружили много лет. Дружат до сих пор с Мишей Ширвинтом и Сашей Конюшовым, которые такие авторы идеи этой программы. А с Мишей Ширвинтом Паша учился вместе в Чутинском училище С разницей, по-моему, в год всего лишь. И была программа такая, «Живые новости» называлась. Да, я помню. На НТВ. В утреннем блоке она шла, в утреннем канале шла. И там, вы не поверите, Павел Евгеньевич делал маленькие сюжеты. Вот никто его не помнит. Он преподаватель литературы, по-моему, да? Актерского мастерства. Актерского мастерства. Он, по-моему, литературу не читает, да. Он делал сюжеты про животных вот в этой маленькой передаче «Живые новости». И тогда вот как раз придумал Ширвинт и Канечов, придумали идею, саму идею программы «Путешествия натуралистов». Сказали, что вот только Любимцев может это сделать. И они придумали ему этот образ такой странный, образ странного человека в шляпочке, какой-то в каком-то балахоне, вот этом, размахайка называлась, в этой размахайке. И очень странный, немножко сумасшедшенький такой человечек. Очень смешной такой образ толстого поганеля получился. И удивительно, но он абсолютно точно попал в десятку. А зрители как на него реагировали вот первое время? Очень хорошо. А нет, рейтинг был замечательный сразу. То есть реакция была однозначно положительная? Дети, я знаю там дети знакомых, дети знакомых, они приникали просто к экрану телевизора и открылся, смотрели на этого удивительного кого-то человека. Съемки, ну, съемки в разные зоопарки, разные страны мира. Где-то больше получается, где-то меньше получается интересного. Где-то администрация идет навстречу и разрешает входить в клетки, если животные не опасные. Еще что-то. Где-то не разрешают поэтому. Разные есть ситуации. Поэтому вот Паше нужно было, приходилось все время быть, подстраиваться под ситуацию. Более того, что этот человек делает, это, конечно, памятник ему нужно поставить за это. Человек после целого дня съемок, а съемки в натуралисте начинаются так, вот как становится светло в 8 утра, все. Это момент, когда отправляется съемочная группа на съемки. И до захода солнца. На обед трерыв, полчаса, все. Зоопарк или это город, если это город, если нужно снять город, какие-то куски. Как правило, жара. Жара, а Паша очень плохо переносит жару. Вот вечер. Все закончилось. После ужина Паша садится у себя в номере. Ставит маленькую камеру, ставит кассеты, отснятые за день. И расписывает кассеты, сидит сам еще. А после этого сидит и учит уроки на следующий день. Что это такое? Он с собой возит чемпионат книг всегда. И в книгах, там и Брэм, и другие натуралисты, которые очень много писали о животных, он переписывает себе в тетрадочку какие-то вещи, которые ему понадобятся для тех животных, о которых он на следующий день будет рассказывать. Он же профессионал. Профи. Переписывает и ни одного листочка перед камерой, как бывает. Знаете, да, вот камера, вот вешают листочек или снизу, или сверху. И так, здравствуйте, дорогие. Подняв в брофи. Да, да, да. Значит, это программа путешествия натуралиста, это животное такое. Нет, он шпарит всё из мозгов. Моментальная реакция, великолепная импровизация. Профи-хай-класс, конечно же. Мы тут тоже обычно говорим об успехе, о каких-то успешных вещах. А можете сказать, там, может быть, у вас был какой-то проект, про который, можно сказать, вот неудачный, вот не получился? Были такие вещи. Какие? И в ретро-шлягере были такие выпуски, которые не получились. А почему? Можете просто какую-нибудь историю конкретно вспомнить? Вы знаете что, это либо я не дотянул, как режиссёр и автор, либо, скорее всего, я, конечно. То есть, это просто такое субъективное ощущение, что нужно было вот так, а... Нужно было, но это понимаешь потом уже. Потому что, когда ты работаешь, тебе кажется, ой, ну вот этого будет достаточно, этого материала хватит, этой информации тоже хватит. И когда всё складываешь уже, а понимаешь, что не хватает. Или понимаешь уже после эфира. А в истории песни были такие моменты, когда понимаешь, что вот чего-то очень хочется, но вот либо нет, либо это сделать невозможно, либо не получилось? Тут история песни другая история, понимаете. История песни – это другой совершенно продукт, извините за технологию профессиональную. Это продукт, который, прежде чем он уходит в производство, в съёмки, всё прорабатывается на бумаге. Поэтому в данной ситуации уже сразу видно, что будет, какие истории будут центровые, какие истории не очень большие, поэтому можно их обложить центровые истории ими. Это прописывается на бумаге сначала, только после этого уходит в производство. Но проблема в другом, что мы же не можем сами всё тоже делать с Яной. Поэтому, естественно, мы приглашаем, естественно, и редакторов, и режиссёров. Вот проблема в том, что на телевидении, в принципе, сейчас осталось очень мало профессионалов, вот такого хай-класса профессионалов, которые могут сделать программу… Мне очень понравилось выражение… Саша Цикал тут позвонил Яне, говорит, Ян, я видел передачу про песню «Нежность». Ты знаешь, это укол в сердце. Вот очень мало людей, которые могут сделать укол в сердце, чтобы это запало в душу, в сердце, чтобы это там что-то затронуло. При том, что у всех сейчас души и сердце такие уже покрылись таким панцирем. Ну, не правда, ну… Да правда, да правда, потому что, когда ты видишь, как люди тянутся, пытаются тянуться к хорошему, понимаешь, что, в общем, там, вот внутри-то под панцирем, там всё это живо. Ну, живо, конечно. И я думаю, что этот панцирь, он либо с молнией, с какой-то, либо с замком, который открывается чему-то, чему он должен открыться. Ну, в таком случае, ключ к этому замку, в общем, далеко не у всех есть. Возможно, нет. Ну, конечно, у многих уже и потерян, а многие, в принципе, может быть, там сразу выбросили. Да, а ещё помните, был фильм Динара Асанова «Ключ без права передачи». Да, да. Вот та же самая история, этот ключ, в общем, без права передачи. Либо ты действительно можешь до зрителя достучаться тем, что ты сделал, либо нет. А у вас какие-то собственные истории появились, вот, связанные с теми песнями, о которых вы снимали фильмы? Ну, собственных историй, истории поездок, естественно, есть, потому что... Просто вот, например, да вот, вы слышите песню «Нежность» или «Солнечный круг», и понимаете, что вот, помимо того, что было с другими людьми, о которых вы снимали, у вас есть ещё что-то своё? Нет, «Солнечный круг», как я ныряла у Новороссийска, у подножия Суджукского маяка. Ныряла на глубину, там, 6 метров, при том, что, в общем, это для неё и для меня плёвая глубина, потому что мы ныряем и глубже. Но это Чёрное море, как перефразировали тут Пельч с Макаревичем песню, и они попают так, что там «Самое мутное, Чёрное море моё», там ни черта не видно. Оно действительно очень мутное для нырялки. И там история такова, что в 67-м году, в год 53-й Октябрьской революции, пионеры и комсомольцы города Новороссийска заложили в бетонную плиту капсулу, в которую вложили тексты разных-разных песен того времени, в том числе и текст песни «Солнечный круг», «Пусть заводит солнце». Послание к потомкам заложили в эту капсулу, замуровали в бетонную плиту, и плиту опустили у подножницы русского маяка. И написали, что эту плиту можно будет достать и вскрыть в 2017-м году, в год столетия Октябрьской революции. Ещё через 10 лет? Да. Ну, мы когда узнали об этой истории, я говорю, Ян, знаешь что, поехали-ка в Новороссийск, будешь нырять. Ну что, ну, в общем, договорились с удалазами Новороссийского порта, значит, с ней пошли на катере к маяку, нашли плиту, расчистили от водорослей. Действительно написано, вам, потомки, 1967-2017. Подводная камера была, показали, там, Яна, водолазы, плита, всё показали, всё. Она реально существует. Вот, пожалуйста, наша личная история совершенно связанная. Или, допустим, история, уникальная история в песне «День Победы», когда мы узнали, что в Израиле перевели «День Победы» на иврит. Зачем? Они её тоже хотели петь? Дело в том, что там, если город Кармель называется, там очень много выходцев из Советского Союза живёт, в том числе ветеранов войны. И они каждый 9 мая там собираются, они сделали там памятник павшему в годы Второй мировой войны, и они каждый 9 мая собираются и поют «День Победы». И мэр города увидел, что люди плачут, когда поют эту песню. Он говорит, а почему люди плачут? Он не говорит по-русски, мэр города. Он говорит, почему люди плачут? Ему пытались объяснить, он говорит, сделайте мне перевод, пожалуйста, этой песни на иврит. То есть это просто, чтобы ему понять? Да. И нашёлся там наш бывший москвич, который работал на заводе «Серп и молот». Ой, вру, «Арджоникидзе». И он стал переводчиком с русского на иврит. Он перевёл много стихов очень русских на иврит. Он перевёл эту песню на иврит. И она пошла так, что весь Израиль 9 мая поёт на иврите эту песню. На иврите она называется «Ёмани цахон». И нам дали русскую транскрипцию иврита. Очень интересно, конечно. Там «Шалом има, лукуляну шуф на шуф». То есть «Здравствуй, мама, вознеслись мы все». Удивительные какие-то вещи, конечно. И когда ты слышишь, как её поют на иврите. 9 мая. Запев. Да, запев на иврите. И «Этот день победы!» И дальше по-русски, ну, мурашки просто по коже идут. Действительно. И ты понимаешь, что вот это вот та самая песня, которая идёт. И пока её поют так, всё будет живо. И будет живо память вообще об этой войне, о тех, кто погиб. Когда выходит каждая передача в эфир, мы звоним там, Пахмутовы ли это, Добронравов ли это, Кобзон ли это. Мы звоним и говорим, спасибо вам, что вы нам поверили. Потому что я знаю, как сейчас, к сожалению, очень плохо относятся к телевизионщикам. Ну, не договоримся. Почему? Ну, слушайте. Не, ну, в принципе, вообще к журналистам-то не очень хорошо относятся. Правильно, потому что сейчас столько неправды, говорится, столько неправды даже в документальном кино идёт, что отказываются уже общаться. Или снимают интервью для одной программы, потом оказывается, что это интервью сделано совершенно для другой программы, которая и всё перевёрнуто, и наизнанку вывернуто, и это совершенно не так всё, и враньё полное. Поэтому просто отказываются уже что-либо говорить для телевидения. Поэтому спасибо, что поверили нам. Вы ещё сказали, что на телевидении остаётся очень мало профессионалов. К сожалению. Куда они деваются? Это не теоретический вопрос. Потому что у меня есть такое ощущение, что, к сожалению, к сожалению... Или хотя бы почему они оттуда уходят? Наверное, каждый человек ищет место, где ему более комфортнее, наверное, да, теплее, где к нему будут относиться как к профессионалу, он будет востребованный, более востребован, более уважаем, наверное. В общем, телевидение – жестокая штука, и, конечно, это было всегда. Но сейчас это особенно. Просто в какой-то момент люди слабеют? Или почему? В какой-то момент это просто наедает бороться. Бороться за место под солнцем. Бороться за то, чтобы делать профессионально то, что они умеют делать профессионально. И получать от этого не только удовольствие, но и, в общем, те деньги, которые обеспечивают им нормальную, достойную жизнь. А вы почему сюда пришли, я имею в виду, на телевидении, почему вы здесь стоите? Ну, на телевидении я уже, мы посчитали с Яной. Оказалось, что вот в июне этого года будет 22 года, как я на телевидении работаю. Я пришел таскать рулоны. Нет, там была интересная история. У моей мамы, которая училась в ЦМШ при консерватории, с ней в одном классе учился Слава Чекин. В 80-е годы очень известный телевизионный режиссер. Он в экране работал. Все декабрьские вечера – это его рук дело. Все джазовые фильмы о джазе, которые выходили в 80-е годы в экране, это тоже он делал. Очень хороший был замечательный режиссер телевизионный, кинорежиссер. А я интересовался всегда кино, и у меня был кинопроектор, 8-мм пленки были, всякие там мультфильмы я покупал раньше, продавались в кинофототоварах, мультики. И как-то после 9-го класса, что-то мама позвонила Славе, когда я закончил 9-й класс, она Славе говорит, знаешь, Слав, мой оболтус интересуется кино, а на лето остается в Москве. Он говорит, да, я вот тут начинаю кино снимать в Останкино, пусть приходит, если хочет, пусть походит, посмотрит на съемки. Ну и, в общем, как я появился 29-го июня 1985-го года в Останкино, так это Останкино меня и засосало. Остаетесь почему? А интересно. Но тяжело же. А очень интересно все равно. Тяжело, но это интересно. И когда ты снимаешь, когда ты монтируешь, ты получаешь массу удовольствия всего. От этого массу удовольствия ты получаешь. Вот это очень, для меня это очень важно. Я делаю, наверное, на телевидении я человек счастливый, потому что я на телевидении делаю только то, что мне нравится. Но это легко получается или приходится пробивать? Нет. Вот на Первом канале вот этот проект, ну, с первого раза просто вот так вот раз и получился. Это с первого раза. Это, слава богу, с первого раза получился проект. Спасибо, на самом деле, руководству Первого канала, потому что они, опять же, вот тоже люди, которые нам поверили, что мы сможем это сделать. Ведь очень тяжело удержать 10, сделать 10 фильмов по 52 минуты каждой, чтобы это было не просто интересно, чтобы зрители они могли удержать у экрана. И удержать так, чтобы 52 минуты это было как на одном дыхании. Это очень трудно сделать. А вы ограничитесь, да, вот этими 10 сериями или, может быть, будут еще? Два года жизни, которые мы потратили на 10 серий. Да. Два года жизни. Песен-то еще много. Песен еще много. Историй много. Сейчас дайте отдохнуть немножко, выдохнуть. А там посмотрим, я надеюсь, что что-нибудь еще сделаем. Может быть, что-нибудь другое сделаем, не знаю. Ну, кто бы сомневался, конечно, сделает. Темы, в общем, лежат под ногами, на самом деле. Только бери и делай. Можно, когда меня спрашивают, я говорю, ребят, вы знаете, что можно сделать потрясающе интересное? Интересную зарисовку вот там, о двери, вот в эту студию, допустим, или об этой плазме. Можно, об этом столе можно сделать. Скажите. Элементарно. А вам никогда не было интересно, как плазма устроена изнутри? Было. Но она такая тоненькая, она такая узкая. Помните, был киножурнал «Хочу все знать». Был. Вот очень не хватает его, на самом деле. И сейчас, кстати, вот на СТС пошла программа, я не помню, какая она называется, но вот точное повторение журнала. Хочу сказать. Еще популярная механика есть замечательная. Да. Журнал. Нет, журнал, да. Какая программа называется? Ее ведет, Саша Пушной ее ведет, программа эту на СТС. Замечательная передача, великолепная. Вот ужасно познавательная программа, ужасно интересная, как что устроено. Или допустим... И причем вот абсолютно популярным языком. Абсолютно. Или допустим, почему у нас в стране действительно случилась достаточно печальная история у нас с музыкальным вещанием. У нас выпала абсолютно любая музыка, кроме попсы, сейчас из эфира телевизионного. К сожалению, да. Любая музыка. Почему? И джаз. Почему? Это другой вопрос. Вопрос, наверное, все-таки... Это потреба зрителя. Попса – это то, что требует зритель, то, что массовый зритель... Да, вот он... С другой стороны, это диктат рекламы. А реклама – это... А рейтинг, каков рейтинг? Тут все одно за другое цепляется. Другое дело, что ведь и классическую музыку, интерес к ней, в общем, я считаю, в нашей стране убили на корню. Потому что нельзя показывать классическую музыку 30 лет общим планом Большого зала консерватории. Это нельзя этого делать. Меняются люди, меняется время, меняется восприятие. Меняются методы подачи материала. А как показывают классическую музыку? В 94-м году еще. Я помню, у нас на российском телевидении канал закупил в Швейцарии, в Швейцарии, несколько программ, концерты швейцарского молодежного оркестра симфонического. Это было сделано потрясающе. Это фантастика. Они играли Вивальди, катаясь на роликах. Это было сделано... Если это был Бах, органные вещи Баха, то это было сделано от макроплана органа, камера улетала под купол собора. Это было очень красиво снято. И вот ты смотришь, открыв рот на это. Ребят, сделайте красиво. Если уж так получилось, что у нас нынче клиповая психология уже, значит, делайте в виде клипов. Но это нужно делать, потому что, в общем, выросло, наверное, не одно уже поколение, для которых вообще не существует классики. Ни в литературе, ни в музыке, ни в искусстве. Но есть только на мобильном телефоне, и уж самое лучшее, что может быть, это в исполнении Зинчука. Вот если говорить о молодом поколении. Спасибо Зинчуку, на самом деле. Спасибо Зинчуку, спасибо. Да, потому что он это делает классно, действительно. Да, великолепно. Он великолепный музыкант. Но из эфира каналов, главных каналов федеральных, это просто ушло, к сожалению. Просто ушло. Я очень радовался, когда была трансляция из Парижа, когда пели «Каррера» с «Доминго» и «Повороти». И комментировал все это с «Урабской лавы». Это было великолепно. Но это разовая была акция. И очень жалко, что это не продолжается. Есть канал «Культура», но он не везде доступен, к сожалению. Это раз. Потом все равно на канале «Культура», опять же, я возвращаюсь к тому, как показывать. Сделайте показ классической музыки современным, чтобы это было интересно молодому поколению. Ну да, чтобы хоть как-то привлечь к этому. Да. Мне рассказали тут, что... Мне рассказал Добронравов и Пахмутова. Рассказали недавно, что когда Ростроповича навещал в больнице сейчас президент, Ростропович включил канал Муз-ТВ и сказал, Владимир Владимирович, пожалуйста, я Вас умоляю, Вы можете нас избавить вот от этого? Что ответил президент? Я не знаю, что он ответил. Я там не присутствовал в данной ситуации. Да, но, в общем, действительно, стоит момент, когда стоит задуматься уже, а что будет дальше? А с чем мы дальше будем идти? С людьми, которые ничего не знают из своей истории? Или, в общем, это будет образованное общество, которое будет реально понимать, что было в истории, в своей истории, в мировой истории хорошего, что было плохого. Как звучит Бах, как звучит Вивальди, как звучит Шостакович, и какая разница между Шостаковичем и Рахманином? Ну, я надеюсь, у меня эта мысль как раз позитивная в этом смысле. Я надеюсь, что мы будем жить в образованном обществе. Дай Бог, на самом деле, у меня и у Яны есть такая любовь, очень большая любовь, это барочная музыка. И на самом деле, средневековая барочная музыка, там есть потрясающие вещи. И, конечно, очень хотелось бы, я не знаю, как это сделать, пока не знаю, как, где, когда, но очень хочется сделать какой-то небольшой, может быть, музыкальный фильм, именно на основе барочной музыки. Как это сделать, посмотрим, не знаю пока. Но еще одна есть вещь, когда я услышал тут недавно, потрясающие органные вещи Микаэла Тривердиева, мне захотелось, отдаю, кстати, отдаю просто любому режиссеру, отдаю идею, захотелось влезть внутрь органа и посмотреть, а как это происходит внутри органа. Может быть, пушное покажет. Дай Бог. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Вы нас, да, информируете о том, что вы будете делать. Спасибо вам большое. Есть ли у вас какая-то сияная песня? Общая. Да, с которой связана какая-то история, которую вы можете рассказать. Да, наверное, первая песня, которая, в общем, нас так связала, эта песня, она не старая, она не наша. Не эпохальная. Не эпохальная, это не классика. Это совершенно современная песня, которая нас связала, и связала нас совершенно очень прочно. Эта песня из одной из фабрик называется, она «Понимаешь». С одной стороны, песня, в общем, ну что такого? Ну, современная песня, да, «Понимаешь», да? Да, понимаешь. И что? А с другой стороны, мы придумали, чтобы эту песню Яна спела вместе с Михаилом Михайловичем Державином. И это, в общем, получилось. И мы еще придумали там ход, что Михаил Михайлович ее поет Яне, а Яна в виде тапера, в виде аккомпаниатора. И Яне, в общем, Михаил Михайлович совершенно не нужен, и у нее в нотах там фотография другого человека, у нее фотография Ширвинта, старшего. То есть там такая интрижка любовная была разыграна. И они это сделали так, на мой взгляд, искренне, хорошо и по-доброму. Вот эта песня, пожалуй, такая у нас связующая стала эта песня. Нас связала эта песня, в общем. Это проект «Кумир плюс кумиры», который был. И спасибо Леше и Вале Пимановым, что они позвали на этот проект Яну и пригласили меня в качестве режиссера. Спасибо вам. И на самом деле, в общем-то, наши крестные в семейной жизни, это, конечно, Леше и Вале Пимановы. Спасибо вам большое. Надеюсь, что мы еще обязательно увидимся. Даже уверена, что мы обязательно увидимся. Я тоже с удовольствием. До свидания. И с вами тоже увидимся обязательно.